Выставка получилась для семейного просмотра. У детей она вызывала восторг, у взрослых – интерес. Каждый художник работает в своём любимом формате. Но главное – на холстах не остаётся недосказанности. Такая большая коллекция детского рисунка, потому что это тоже очень любопытная тема. Для всех художников тема была дана одна, а вот сюжеты на ней разные, как и способы подачи. Для одних мастеров это более чётко прописанные образы детства, а у других – более размытые, навеянные ощущениями и впечатлениями. Экспозиция раскрывает несколько направлений. Это портреты, сюжетные работы и творческие поиски. Последние особенно ярко представлены в рисунках самих детей. Они скомпонованы в нескольких планшетах, и именно они порой служат вдохновением для профессиональных мастеров. Есть такие изречения Пикассо, когда он говорит, что нужно учиться всю жизнь, а в конце своей жизни рисовать, как ребёнок. Но, правда, там ещё есть небольшое отступление о том, что до этого нужно учиться ещё рисовать, как Рафаэль. И многие художники используют, безусловно, детское творчество как такой стимул для вдохновения. И можно даже сказать, это такая тема, о которой обычно говорят, и я так могу. Только посмотреть какие-то поабстрактные работы или абстрактные, сказать, ну что, я так могу. То есть так умеет и ребёнок, и так умеет взрослый художник. Рисунок Анны Ульевой даёт возможность ей самой вернуться в детство. В нём нет детальной прорисовки лиц, так как это воспоминания. Окунуться в прошлое позволили материалы. Она рисовала акварельными карандашами по сухому листу, а затем по влажной бумаге с применением кисти. Таким образом получился эффект акварельной краски. Это изображена я и моя младшая сестра. С 70-е годы. То есть это старая фотография, не цветная. Когда я просматривала фотографию, впечатление она на меня такое произвела, очень тёплое. Я решила её немножко оживить акварельными карандашами. Когда послалась сестре, она сказала, что она не могла оторваться. Настолько её впечатлила эта картина. Сюжеты многих картин опираются по большей части на автобиографическую память. И такой личный момент нашёл отклик у посетителей выставки. Это очень приятные есть картины, но современные живописи, которые я не очень, а вот есть приятные. Красивые картины. В картинах прослеживается, что художники по-разному видят детство. Не в плане того, что оно разное, а в плане того, что разные эпохи и представлены разные шедевры, картины на этой выставке. Очень интересно, разный стиль, разные техники. Я получила такое большое удовольствие. Тут и впечатления от детства, воспоминания от детства, что-то очень узнаваемое такое. Очень интересно, приятно, порадовало и ярко. И неожиданные есть вещи, которые удивили. Для художников творчество – это способность соединить на свой лад накопленные мысли, чувства и эмоции. Каждый делает это по-своему. Кто-то лаконично и сдержанно, кто-то ярко, броско и эффектно. У каждого свой почерк и своя манера общения со зрителем. И этот диалог продлится в течение месяца в стенах новой галереи. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ромазан, Урож Магомедов. Область новостей.